Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках Беренгей-2021 финишировали в Палане накануне. В этот раз суровые погодные условия стали настоящим испытанием для каюров и их подопечных. Пять упряжек уже сошли с дистанции, продолжают борьбу за главный приз – восемь каюров. Кто из них первым пересек финишную черту в столице Коряки, узнал Сергей Манаенков. Палана встретила каюров 20-градусным морозом, пронизывающим северным ветром и традиционными звуками бубна. Артисты в национальных кухлянках, проявляя гостеприимство, приветствовали каждого участника легендарной гонки, которая уже 30 лет бороздит снежные просторы полуострова. Первым финишную черту в столице Коряки пересек Андрей Семашкин. Этап гонки на собачьих упряжках в Аям-Палкополана был одним из самых протяженных и превысил 110 километров. Весь успех, как говорит лидер гонки, зависит от слаженной работы самого каюра и всех его четвероногих друзей. Трасса тяжелая, очень тяжелая, потому что и перемороженный снег, тяжелые очень и камни на дороге, и потерянный пластик, и, соответственно, лапы у собачек, и собачки снятые. Трасса западная, интересная, но тяжелая. Москвича Вячеслава Демченко встречает здесь уже как родного. Он в третий раз участвует в Берингии, и эта камчатская гонка стала основной в большом списке всех его многочисленных соревнований. Вчера была легкая трасса, то есть мы шли по дороге, пролетели за 4-5 часов, эти 90 километров пролетели очень быстро. То есть скорость была слишком большая, 18 километров в час примерно. Сегодня вроде 114, но очень тяжелые были участки, были легкие участки, опять же. Была вроде бы плотная трасса, была очень рыхлая трасса. Ну, вы знаете, я за этим всегда и езжу, на самом деле. Вот за этими ощущениями, разными эмоциями. Вроде злость, а вроде бы и радость. До Паланы, к сожалению, дошли не все каюры. На экваторе гонки друг за другом сразу пять упряжек сошли с дистанции. Каюры это объясняют неготовностью собак к таким экстремальным условиям. Юля Причина снялась из-за того, что она дебютант гонки, и у нее была программа дойти до тегеля. Дмитрий Чанга снялся из-за того, что неподготовленные собаки. Расул Холмуродов снялся из-за того, что у него заболели передовики, он дальше не смог продолжать гонку. Ну и вот в тегеле у нас снялся Андрей Казаков из-за того, что тоже собачки не смогли преодолеть большее расстояние. И вот на сегодня утром нам преподнес Валерий Чуприн. Тоже как бы у него собаки почему-то поворачивают назад, домой хотят. А условия действительно сложные. Свои коррективы вносит погода. После теплой порги на север полуострова пришел холодный фронт. Из-за резкого перепада температур не выдерживают не только братья меньшие, но и опытные спортсмены. Три дня подряд минус 40, минус 42. Определенные сложности тоже накладывают. Ну это вот проверка на прочность, да, для собак, для каюров? Да для всех, и для техники, и для водителей отмораживают руки, ноги, лица люди. В Палане упряжки финишировали до самого позднего вечера. Здесь гонка сделает остановку ровно на сутки. Для каюров предусмотрен отдых и большая культурная программа. А потом они снова выйдут на старт. Предстоит сделать последний рывок. Пройти завершающие этапы гонки, примерно 300 километров. Но они будут самыми сложными, так как маршрут пролегает через горный хребет полуострова. Сергей Манаенков, Николай Кокок, Корягский округ, Вести, Камчатка. Субтитры создавал DimaTorzok